Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наши команды подготовили для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ректор Кафульшат Гафуров провел заседание ректората университета. Телекомпания «Эфир» заинтересована в новых кадрах. Кастинг ведущих на Универ ТВ. 18 февраля состоялось очередное заседание ректората Казанского федерального университета. Прошло оно в непривычном для этого месте – здании Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия. О том, что привлекло ректорат в это здание и что на нем обсуждалось, смотрите далее. К заседанию ректората предшествовала экскурсия по свеже отремонтированному зданию Института международных отношений на Левобулачной 44. Ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил фото-выставку, рассказывающую о вкладе Казанского федерального университета в развитие города Болгар, а также совместную экспозицию Казанского университета и Института исследования Центральной Азии. Важно, что проведенные работы не ограничились только косметическим ремонтом. Помимо этого был расширен подвал и укреплен фундамент всего корпуса в целом. Первым вопросом повестки заседания стали результаты внутренней независимой оценки качества работы профессорско-преподавательского состава КФУ в 2018 году. Отчет на данную тему представил Дмитрий Таюрский. Тестирование базировалось на измерительных материалах, которые были разработаны научно-институтом мониторика качества образования. И преподавателям предлагалось пройти тестирование индивидуально, либо согласно читаемой им дисциплине, либо, если такой дисциплины в банке этих тестирований не оказывалось, то по основной специальности. Модель оценки представляет собой четырехуровневую систему. После демонстрации промежуточных результатов ректор обозначил показатели, которых необходимо добиться всем подразделениям университета, и обсуждение перешло к следующему вопросу, вызвавшему бурную дискуссию – мониторинг успеваемости студентов подготовительного факультета КФУ. По распоряжению ректора коллективу института необходимо разработать план мероприятий по работе с иностранными студентами для устранения возникших проблем в обучении. Сами студенты-граждане иностранных государств будут проживать в комнатах общежитий с русскоязычными студентами для увеличения практики русского языка. Одним из важнейших вопросов повестки стало плановое повышение оклада сотрудникам Казанского университета. С 1 марта зарплата научных сотрудников увеличится на 4%. Минимум в 3,4 раза уровень повышения он опережает темпы инфляции, а по максимальным значениям получается более чем в 5 раз темпы роста заработной платы выше темпов инфляции. И все-таки, чтобы было понятно, то есть я вот здесь показывал последний слайд, уже к этому повышению плюс, то есть это будет дополнительное повышение по основным категориям на 4%. Не менее важной темой ректората стал год Ивана Михайловича Симонова, организацией которого занимается Казанский университет. Летом 2019 года исполнится 225 лет со дня рождения Ивана Симонова, а в 2020 году будет широко праздноваться 200-летие открытия Антарктиды. Серия мероприятий, список которых почти сформирован, будет посвящена этим двум датам. Кроме того, в рамках года Симонов-Куфу состоятся конференции, выставки и будет выпущено собрание работ ученого. КФУ посетил генеральный консул Казахстана. Он провел открытую лекцию для студентов. Подробнее в следующем сюжете. В Институте международных отношений Казанского федерального университета состоялась открытая лекция генерального консула Казахстана в Казани Яркина Тукумова. Встреча со студентами стартовала с рассказа об отношениях Казахстана с Россией и Татарстаном. У нас с Татарстаном достаточно активные торгово-экономические связи. Мы торгуем не только нефтью и нефтепродуктами, но и в сельском хозяйстве, авиастроении, судостроении. По его словам, Татарстан и Казахстан имеют множество связей, не только экономических, но и культурных. Ярким Тукумов ознакомил студентов с особенностями работы генерального консула. Мои консульские функции входят в том числе в постоянные поездки в регионы, для того, чтобы познакомиться с руководством регионов, наладить наши торгово-экономические связи, культурные, образовательные и так далее. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. Студентам Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ выдалась возможность пообщаться со звездами телекомпании «Эфир». Творческая мастерская при Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ открывает свои двери. Проект дарит возможность студентам влиться в ряды штатных сотрудников популярного ТВ, стать известным телерепортером и узнать профессиональные секреты. Подробнее смотри далее. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась презентация нового совместного с телекомпанией «Эфир» проекта «Творческая мастерская», ориентированного на студентов факультета журналистики. Хотели бы на базе института создать такую творческую лабораторию, где ведущие и корреспонденты телекомпании «Эфир», которые каждый день практикуют, выезжают на сюжеты, создают программы, рассказывать об этом студентам первых, вторых, третьих курсов. Возможно, кого-то заинтересовать своей работой, выявить, скажем так, найти самых талантливых, молодых, успешных, грациозных, чтобы тоже предложить им работу на телекомпании «Эфир». Встреча студентов со специалистами телеканала «Эфир» состоялась в формате творческого диалога. У «Эфира» изначально была такая установка, мы всегда под себя пытались сами брать молодых ребят, которые хотят быть журналистами, ребят, девчат имеется в виду, и поспитывали их под себя в соответствии со своими уже стандартами. Потом мы сталкивались с тем, что обучивший всему этого человека, он хотел расти дальше, делать карьеру где-то в другом месте и уходил. То есть сначала нас это очень расстраивало, потом мы поняли, что по большому счету это повод для гордости, когда ученики нашей школы вот так вот востребованы на федеральных каналах, в других городах. Ребята, желающие попробовать себя на телевизионном поприще, смогут начать стажировку на ведущей телекомпании уже в более широком формате. Очень здорово, что ВУЗ тоже идет навстречу, тоже имеет в этом заинтересованность. Я думаю, сейчас вот эти вот наши первые робкие попытки, которые были тогда, обретут такую вот более совершенную форму. Занятия планируются проводиться еженедельно. По мере выполнения студентами практических задач им будет открываться перспектива трудоустройства в штат телеканала «Эфир». Мне бы хотелось, чтобы мы как-то думали с вами, то есть мы будем собираться, у нас будут такие не только там, конечно же нет, не под запись там с тетрадками, а такие встречи, обсуждения. То есть мы будем обсуждать информационную повестку, мы будем обсуждать новости природы их появления, то, как они сказываются, причинно-следственные связи. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. На Универ ТВ состоялся кастинг, который так долго ждали. Какими качествами должны обладать ведущие и смогли ли участники удивить организаторов кастинга? Все подробности расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. Я со школьных лет вела различные мероприятия, их создавала, организовывала. То есть вы хотите связать свою жизнь с медью? Возможно. Решительным шагом пройтись по студии, уверенно встать перед камерой и представиться. Здесь главное не растеряться и всего за пару минут суметь продемонстрировать свои способности. Кастинг на Универ ТВ успешно состоялся и дал возможность раскрыться каждому. Вообще моя мечта стать ведущей новостей. Я всегда это хотела, всегда об этом мечтала. И у меня был опыт, я была в новостной студии в своем городе и даже провела там эту программу. Почему должны выбрать ее на тебя? Потому что, а кто если не я? Журналистика мне очень нравится, я чувствую, что это мое. Мне всегда хотелось попробовать себя ведущей. То есть прям горюйцем. Я думала о журналистике, вообще о карьере журналистике, но потом меня перебросила на программистскую такую сторону. У меня есть какая-то предрасположенность внутренняя к этому и мне кажется мне получится. Студенты из разных институтов и факультетов Казанского федерального университета, а также из других фузов Казани приняли участие в кастинге. Многие впервые работают на камеру, а у кого-то уже есть опыт. В первую очередь я смотрю, как человек ведет себя перед камерой. То, как человек подает текст, то, как к нему зритель прислушивается, это вот самое главное, я считаю. Но если внешность хорошая, то это огромный плюс. Конечно, я уже отметил для себя несколько кандидатур, которые дальше буду осматривать в качестве ведущего и будем работать с ними. Уже совсем скоро вы увидите новые лица на Универ ТВ. Результаты кастинга будут опубликованы в группе ВКонтакте. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универ Ньюз. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях и оставайся всегда в курсе свежих новостей. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова